Привет, бро! С тобой Воблер, и успей поставить лайк за 3 секунды, если бы ты хотел уметь летать. Считаю. Раз, два, три! Молодец, что успел поставить лайк. Я вот посмотрел на Валькири здесь в игре ТАПС и подумал, а представь, если бы у людей были крылья, они умели бы летать. То есть не надо было бы вообще автобусы, какие-то маршрутки, и на школах, на крышах были бы какие-то посадочные полосы, чтобы люди приземлялись, да? Или это было бы на стадионе возле школы. Вот представь, на секундочку, это реально довольно ржачно. Такие к первому уроку все приземляются с портфелями, бегут, чтобы не опоздать на урок. Это у нас игра ТАПС. Мы продолжаем проходить кампанию Final Destination Ultimate, где мы боремся против разных юнитов здесь на горе, на огромном небоскребе. Я не знаю, что там внизу, но мне кажется, что там бесконечность и там ад. А мы находимся в небесах, и надо нам выбить свое место под солнцем. И мы сейчас сразимся против Монкей Кинга. Я думаю, что это будет довольно круто и интересно. Нам на это все дается 2000 денег. Этот чувак умеет делать копии. Мне кажется, что я смогу его легко убить шамана. Мне не надо много денег. Оооо! А как так? Стоп! Он меня просто взял и вырвил. Хорошо, у меня есть другая идея. Мне кажется, что я его смогу просто обычным Монком вырубить. Смотри. Такой стою. На! И пошел отсюда. Он еще копии там создаст. Одного выкинул. По-моему, я выкинул оригинал. А его копия осталась здесь наверху. Да, победа! Всегда этот Монка побеждает. Но это реально какой-то Пиноккио. Ты видишь? Если ты, бро, не будешь ставить на канале Вобблер лайки, то у тебя нос будет расти до бесконечности. А если ты будешь еще и подписываться, то ты будешь красавцем. Короче, прошли мы этот уровень. Движемся дальше. У нас здесь крутое настроение. Против нас сейчас художник. Он такой что-то тут рисует. Короче, это учитель по рисованию. А я такая злая мамка пришла и говорю. Вы почему в школе на 1 сентября обижали моего сыночка Ванюшку? А он такой говорит, а он пришел без красок. Я ему поставил двойку. И я такой говорю, вообще так делать нельзя, вы поняли? Ну, это у нас игра. Мы прикалываемся. Я такой говорю, а ну иди сюда. Сейчас я двойку поставлю на лице. Он меня рисует. Иди. Подожди, как он так взял? Ногой задержался. Я сейчас тебе разрисую все лицо красивыми голубыми красками. Короче, победа у нас. Ребята, мы видим, что пришел брат художника Фехтун. Фехтовальщик. И он хочет с нами сразиться. Конечно же. А мы, наверное, будем мамочкой. Ну, надеюсь, что он меня не заколит с первого раза. Я такой иду. Говорю, ноу. Ай, он меня убил. Ну, все. Коль убили мамочку, сейчас приходит папа. Папа такой вообще жесткий такой. Алкаш все пропил. Только взял дубину вообще от стола. И такой говорит, а ну здесь, солдаты мою жену вообще-то обидел. Вообще, смотри, такой стоит. Говорит, все замечательно. Победа. И мы переходим на новый уровень. Это брат брата художника. Брат брата художника кто? Конечно же, лучник. Ребята, он выступает на разных корпоративах. То есть он надувает шарики, но у него есть новый скилл. Он может эти шарики цеплять на стрелы и стрелять во врага. Но и мы, конечно же, сейчас будем с вами врагами. Блин, с ним надо как-то разобраться. Ну, надеюсь, что вот этот шарик меня не поднимет полностью. Или поднял. О, я лечу. Высота какая. Мне кажется, я упаду и разобьюсь. А ну падаю вниз. Я выжил. Стоп. Если бы я не упал, мне кажется, я бы выжил. Мне главное правильно приземлиться вниз. Так, тихонечко я не шевелюсь. Ай-яй-яй, два шарика. Что происходит? И ты меня хочешь в космос отправить? Куда-то в стратосферу, что ли? Но тут я даже не знаю, что надо выбрать. Либо Боригена, который первый метнет, да? Что-то в этого лучника. Либо чувака, который камни метает. На! Да я не успел. А как я так сделал? Подожди. Он в меня попал стрелой. Я практически вниз головой кинул вот так в свое копье и его убил. Вот это я четкий чувак. Плюс я ему попал в ногу. Ты посмотри. Прям в ляжку. Ну он тоже, конечно, тоже четко попал. Прям попал мне. Ну вы видите, куда он попал. Я полетел. Конечно, в живот он попал. Но он стрелал вот сюда в живот, а его шарик раскрылся где-то с той стороны. Я такой, вооо, смотри какой. Вниз головой. А что мне нравится так висеть? Видишь? Вот так вот. Мне кажется, четкий скрин будет. Если еще добавить картинку с другой стороны, то возможно ты это все увидишь на этом ролике. Кстати, вот так вот даже не видно, где у него ноги. Как будто он просто половинка в воздухе висит. Либо он идет на руках, да? Мне кажется, это топово. Коль победа, мы переходим на следующий уровень. Против нас мушкетер, и он, ребята, очень крут, потому что он стреляет. И после этого выстрела никто не выживает. Ну, блин, я не знаю, как против него сразиться. Я, конечно же, попробую, наверное, метнуть копье, либо как-то уклониться. О, вот, гуляю. Да, конечно, это снайпер. Этот чувак прошел войну. Это вообще киллер. Просто ему заплатили. Слушай, он пришел и прикончил. Я вот смотрю на него, думаю, блин, на кого же он похож? Слушай, сразу вспомнил фильм, называется «Джуманджи». И там был такой тоже чувак-охотник, который приходил и охотился на тех игроков, которые играли в эту настольную игру. Кстати, прикольный фильм, он довольно старый, ему уже лет 20-30. «Джуманджи» называется. Так, ну мы поняли, что я не могу выстоять против него. То есть уклониться от пули будет очень сложно. А что, если я возьму берсерка, и он по мне не попадет? Правда, я просто сам могу, ребята, вот так вот упасть с высоты. Я проиграл. Короче, берсерк, он дурачок, он прыгает черт знает куда. Лучника взять. Кого бы я не взял, мне надо уклониться от выстрела. То есть вот так вот вилять. Либо мне надо ставить несколько персонажей, чтобы он, допустим, попал в первого персонажа, а я его завалил сзади. Ты понял? Вот он первого убил, я такой, на! Оп, и заморозил его. Стоп, он не сможет стрелять. Еще раз в живот. Смотри, он сосулька. Ну, точно, три выстрела. Подожди, я стрелял четко ему в пупок. Ну, конечно, не специально, просто отелялся куда-то в центр. И он, смотри, как статуя. Побелел и все, видишь. И замер навсегда. Против нас чувак с огромной алебардой. Ну, он, если попадает, то он все, он убивает за секунду нас. Я буду спартанцем Леонидом. Смотри, иду такой. Ну, давай. Ха! Подходим ближе, он промахнулся. Да все, он ушел вниз. Так, стой, Леонид. Стой здесь. Победа. Какое-то у меня лицо. У меня глаза такие бешеные. По-любому я Леонид, ребята. И вы посмотрите. С такими глазами. Только побеждать здесь в игре. И как это называется? Как вы вообще сюда коня заперли? Вы что, на вертолете его притащили? Конь, как ты залез? Здесь даже лифта нету. Ну, да ладно. Ну, он, конечно, меня с одной тычки вырубит, ребята. Я вот даже не знаю, как с ним справиться. Мне дается всего лишь тысяча денег. Давай попробуем огромным копьем вырубить этого коня. Вот я вселяюсь. На! А как? Стоп. Как он меня достал? У него тоже довольно длинная. Я такой лечу. Смотри, дружище, прикол. То есть мой персонаж такой улетает и что-то решил посмотреть на левую руку. Ну, как будто у него там часы. Ты понял? Смарт часы. Он такой, так, сколько времени? Пора мне улетать или нет? Ой, посадка на его рейс была. Ну, и конь тоже такой смешной. Смотри. Вот такие вот ребята нас победили. Я попробую еще раз. Либо я не успел, либо тык. Блин, ну конь добегает. Надо как-то с конем разобраться. Но! Короче, нет, фигня. Он что-то тычет или я промазаю. Еще раз пробую. На! Я попал. Звук был такой. Тынь. Но понятно, что я проиграл. Мне надо что-то другое. Но он может и боксера, мне кажется, погасить. Давай посмотрим, что можно на тысячу купить. Ты не пройдешь, не возьмешь. А если... Ну, этого тоже он по-любому сможет завалить фараона. Ребята, пушка против коня. Огонь! Да, я еще успел прицелиться. Тыч! Смотри, коняха улетела. Вообще прикольно. Мой персонаж, смотри, как ноги поднял. Ну, по тому, что ударная волна. Как он это сделал, я не знаю. Вот это пират дал жару. Прям в воздухе стоит. Как будто у него под ногами что-то есть. Но там ударная сила была, конечно, космическая. Мы побеждаем и проходим на новый уровень. Я не понял, это что за абсурд? Это же танк да Винчи. Нам тоже дается 4000 денег. То есть мы можем, в принципе, один на один сражаться с врагом. Такими же оружием, как и враг. Либо что-то другое. Можно, в принципе, взять Юлю. Взрывную пулю. Да, она же пират Шаквин. Блин. Э! А, блин, вот это... Ой-ой-ой-ой-ой. Держись. Держись, подруга. Ай-ай-ай. Ай-яй-яй-яй. Танк, да когда у тебя там перезарядка? У него что, перезарядки нету? Ладно, давай я ее поближе поставлю. Да подожди, я еще не вселился. Да что ж ты за чувак-то такой? А ну иди сюда. Давай, руби, руби его. Ай. Короче, карусель такая жесткая. И скинуть ее с крыши просто нереально. Этого небоскреба. Что мы можем применить? Давай мы просто возьмем слона. Я помню, вроде бы слон тоже хорошо здесь держится. На самом деле мамонт. Ну, мы же понимаем, что это слон переросток. Это волосатый слон. Это слон, который оделся зимой в мороз. Вы поняли? Я лечу. Проиграл. Значит, моя жопа была ниже, чем враг. Подожди. Написано, что я проиграл. Я прошел дальше? Ну ладно. Либо это какой-то баг в игре, либо непонятно что. Смотри, против нас приходит такой какой-то бандит. Говорит, все, отдавай свой телефон. Быстро сюда. Гони свою карточку. Говори, пин-код. И что он еще может взять? Я не знаю, что он. И шмотки какие-то украсть. По-любому так сделает. Ну а что мы? А мы вот так вот. С дубиной. Понятно, что мы проиграем, потому нам нужна какая-то защита. А я римлянин. Говорю, да нет, у меня телефон. А куда он вообще стрелял? Он в меня попал? Алло. Чувак, что ты хочешь? Иди отсюда. Ты какой-то бандит неудачник. Я даже тебя не бью. Давай мы просто вперед подойдем и его столкнем. Просто столкнем, ребята. Просто вниз вот так. Я даже не дрался. Я даже его щитом не трогал. Вы представляете? Вот это победа жесткая. Я просто над ним прикалывался. Стою такой. Я вообще ничего не понял. Вы поняли? Мне сказали, воблер, отнеси эту калитку. Вот с одного места на другое. А тут откуда-то взялся бандит. Ну я нес, нес эту калитку от какой-то двери. Вот что получилось. Но тут уже не все так просто. Тут уже банда посерьезнее. Мы видим, ребята, что здесь чувак с дробовиком. Он же из группы Эхсвад. Ах ты продажный полицейский. Нам надо будет с ним разобраться. Но я... Я уверен, что этот дурачок выстрелит и упадет назад. Просто мне надо стоять на месте. Смотри. Пиу. Все? Победа. Блин, второй раз. Ну это легкотня была какая-то. Я вижу, враги все эпичнее и мощнее. Против нас чувак с какими-то гранатами. Ооо, с тобой будет непросто разобраться. Я мамка, которая сейчас будет обнимашки устраивать. А что произошло? А он в меня попал? Я такой... Йооо, отлетел. Смотри. Прям в полете все зависло. Я не понял. А с ним что не так? Подожди. Он кинул на меня две гранаты. Одна взорвалась где-то за мной или где? А вторая передо мной. А он отвернулся, руки за спину. Типа, а это не я. А он почему отвернулся? Смотри, какая у него поза. Он ноги накрест сделал, руки накрест. Короче, непонятная какая-то движуха. Мне кажется, что я должен был выжить. Но. Давай. Как он меня убил? У меня граната внизу взорвалась под ногами. А вторая граната где-то отлетела на него. Ну да ладно. Вот я маленький мальчик. Сережка шел такой со школы. На меня нападает дяденька какой-то. Блин. Дяденька жестко, конечно, гранатами забросал. А я такой улетел. Йоу. Что это за движуха такая? Полетел называется. Короче, бандито. Схватит прикалываться. Будешь ты умирать и страдать. А как он успел? Стоп. Как он успел быстро так выстрелить? Огонь. Дротиком попал. Стоп, стоп, стоп. Я не понял. Ладно. Мне уже не смешно. У меня 250. Я могу, в принципе, ее берсерком вырубить. Либо вот этим чуваком, который прыгает вперед. Смотри. Я вселяю с него. Прыжок. Ну. Копье это сила. Лови копье. Вот так вот. Смотри. Граната даже не успела взорваться. Вот. Фитиль уже догорал. Здесь секунда до взрыва. Ну, я выстоял. Я такой стою деловой. Ха-ха-ха-ха. Ну, что я абориген. А, так тут вся банда понарастающей против нас. Ах ты, пират. Ты будешь меня гарпунить. Мне тоже дается 400 золота, чтобы с ним как-то сразиться. Что мы можем выбрать? Точно такого же гарпунщика? Или какой-то другой способ уничтожения этого врага? Я выбираю вампира-сосуна. Он промазал. А-а-а. И куда ты, птичка, улетела? Вот. Все, вампир полетел. Ах ты. Как ты посмел вампирчика? Ха-ха-ха. Ребята, меня, короче, жестко загарпунили, если что. Мне просто в голову попали. И моя летучая мышь, ну, так вот, закрыла глаза. Все, чувак. Это хватит смеяться. Я сейчас с тобой разберусь по-серьезному. Это все, конечно, хи-хи-ха-ха было. То есть я решил тебе поддаться, думаю, как-то экзотическим способом прибью. Сейчас тебя просто поджарим. Будешь у меня гореть. Огонь! Сгори, давай, быстро зарядка. Еще раз. Да, два выстрела, и все. Конечно же, нам надо было пустить кого-то вперед. Кто-то даже глаза закрыл, хи-хи, чтобы не видеть. В принципе, эта дамочка выжила. Просто она как бы, ну, глаза закрыла, чтобы огонь ей брови не обпалил. Ну, прическу не испортил. Хи-хи. Чувак с пушкой. Но мы уже видели, что эта пушка жестко, конечно, валит. Значит, мы тоже будем против нее жестко разбираться. Очень много юнитов. Вот, смотри. И я буду один из первых. Стреляй! Пух! Кто-то выжил? Да! Кто-то выжил, а кто-то нет. Кто-то вот зацепился. Смотри, глаза просто под шляпу закатил. Типа ничего и не было. Кто-то улетел, вот даже ядро разорвалось. Смотри, на маленькие кусочки. О-о-о-о! Ну, по мне не попали. То есть, тут какая-то даже пыль была. Почему они все глаза вверх закатили, я не знаю. Кто-то в голову попал, кто-то в ногу. Но мне кажется, что это была четкая победа. Против нас пират. Сейчас посмотрим, смогу ли я, боксер, уничтожить этого пирата. Ой, мне в лицо выстрелили. Лена! На! Пошел отсюда! Ну, цепляйся! Подожди. А он был выше, чем я. Ага, потому он и победил. Он так еще и ногой круто стал, смотри. Как будто он никуда и не собирался падать. Слушай, деловой пират. Не даром он капитан пиратов. Хорошо. Ой, прям в лицо. Вставай! Как тебя учил тренер? Блин. Да почему я падаю постоянно? Ну все, пират, иди сюда, я тебя прикончу. На! Поражение. А как он меня... Смотри. Он просто на меня сел. Я не знаю, что он сделал. Просто меня предоявил своим телом. Ну. Ну я прожил. Ну давай еще разочек. Давай ему. У него, наверное, много хп, потому я не могу его победить. Пошел отсюда. Да! Я победил. Хоть у меня было и меньше здоровья. Я был слабее, но я был умнее. Потому что я в красных трунселях и в красных перчатках. Пиратша Квин. И судя по ноге, она какая-то стремная. Реально у нее маленькая нога. Возможно, еще не отросла. Может, ей отрубили ногу, а у нее ноги отрастают, знаешь, как хвост у ящерицы. Как Дэдпул. Когда ему что-то там отрезают, у него сразу что-то вырастает. Новая конечность. Вот, возможно, эта пиратша тоже такая, видишь. Есть молодая нога и старая нога. Короче, нам надо с ней разобраться. Это будет, конечно же, непросто, потому что она и там гранаты кидает. Можно попробовать взять Тора. Смотри, приговорить ее. А ну! Давай! Тыщ! Ха-ха-ха-ха-ха! Еще раз! Да! Вот это удар Мельнира! Где она? Она вниз улетела? Просто ей в грудочину Тора засандалил и все, смотри. Стоит такой деловой. Не, ну это крутой, конечно, персонаж. Дальше, бро, у нас идет фракция скелетов, с которой мы уже сразимся в следующем ролике. А с тобой был Воблер. Оставайся на канале. Обязательно подписывайся, если ты здесь впервые. А если ты мой гордый подписчик, обязательно смотри другие ролики. На канале 2500 видео. Скоро увидимся, пока.